Тысячи жителей Одинцова выстроились в очередь к храмам, чтобы осветить пасхальные яйца и куличи. Продукты несут в плетеных корзинах или просто пакетах. Освещенные куличи – центральное украшение праздничного пасхального обеда. Столы, выставленные перед собором Георгия Победоносца, уже за два часа до выхода батюшки со святой водой полностью заняты. Впрочем, порядок знают все. После освещения места быстро освобождаются для следующей семьи. Почти сразу становится понятно, почему священник вышел в куртки. Батюшка щедро окропляет святой водой и куличи, и верующих, и нашу съемочную группу заодно. А прихожане только и рады. Батюшка, сюда к нам! Я дитя не могу. Я дитя не могу. Да, я держала пост в самом начале. Сейчас была страстная неделя, вот это самое тяжелое, где были сильные ограничения. Сегодня суббота, фактически желательно вообще не есть. Виктория – православная христианка. Женщина с двумя высшими образованиями пост держала, как полагается, со всеми ограничениями. То, что мы ели в течение поста – это овощи, фрукты. То есть можно было сделать салат, например, огурцы, помидоры, салатные листья, укроп. Виктория в церковь пришла почти 20 лет назад. Первая в своей семье. Я, честно говоря, не очень понимаю, как люди живут без церкви. То есть, к примеру, есть какая-то ситуация, ну, страшная, допустим, да. К кому люди обращаются, если не к Богу? То есть человек не верит в Бога, ему страшно, мы начинаем молиться, да. А что делает неверующий человек? Я вот просто вообще на самом деле понять не могу. Виктория – певчая в хоре при кафедральном храме. За час до начала пасхальных богослужений под руководством регента женщины уже начинают готовиться. Это не репетиция, а спевка. На певчих мало обращают внимания во время службы, но именно от них зависит создание той самой атмосферы праздника. Певчие заняты своим делом, священники – своим. По всем церквам разослано обращение патриарха Кирилла. Его зачастую православным во всех храмах после пасхальной службы. Ну, святейший патриарх, он как является духовным наставником для множества людей. И основная мысль – то, что Христос – это краеугольный камень. Старший звонарь собора Олег Кацуба бьет благовест. К 12 часам ночи прихожане уже заполнили собор. Начинается крестный ход. Многие люди включили трансляции на своих телефонах. Обход крестным ходом церкви – обязательная часть ритуала. Храм в эту ночь символизирует ту самую пещеру, где лежало тело Христа и откуда он вознесся. Самый главный праздник христиан только в кафедральном Одинцовском храме собрал около трех тысяч верующих. Тимур Гайсин, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Христос в воскресенье! Христос в воскресенье!